Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Хорошего вам настроения! Мы продолжаем тестировать новую ветку японских тяжей. Вот, я уже сделал обзоры на предыдущие четыре танка. И сегодня у нас девятый уровень Type 68. Вот, танчик очень интересный. Давайте закатим в бой и попробуем покататься. Вот, я уже немножко покатался, прокачал экипаж, конечно же. Вот, сегодня максимально доходчиво попытаюсь вам всё рассказать об этом танке. Как играть на нём, как играть против него. Какие ТТХ и броня обязательно разберёмся. В общем, поехали! Не забудьте поставить видосику лайкос и подписаться на канал, будет ещё много интересного. Так, давайте попробуем в бой. Смотрите, насколько поворотливый танк. Он действительно очень быстро поворачивается на месте, но это только благодаря оборудованию. Вот, если вы его не поставите, то танк будет двигаться очень так медленно и тяжело. Вот, но в целом танк заслуживает, так сказать, внимания. Вот, и сегодня попытаюсь вам всё это показать. Так, давайте попробуем пострелять в кого-то. Может, сейчас кого-нибудь засветим. Танк, в принципе, такой более-менее подвижненький. Вот, всё у него есть для того, чтобы более-менее пострелять. Так, давайте попробуем потестировать броню. Не попали по нам, да? Ну, вот так, давайте. Сейчас у нас тут ребята будут заезжать. Попробуем их прострелить. Видите, углов хватает очень погранично. Очень погранично. Вот, альфа 400. Всё здесь просто, максимально просто. Вот, никакой там супер, короче, альфы нет. Вот. Так что, пушка достаточно, ну, такая стандартная, я бы сказал, для своего уровня. То есть, никаких там повышенных цифр урона здесь нет. Так, давайте ещё попробуем пострелять. Ну, видите, как только отворачиваете башню, сразу в неё прилетает. Ну, к сожалению, вот, не можем пока броню сильно потестировать. Ну, видите, как сбоку, если в башне, то пробивают. Так, ну, орудие в целом более-менее приятное. Ну, ничего, никаких супер цифр вы здесь не увидите, к сожалению. Вот, орудие вполне себе среднее, я бы так сказал. Так, ребята очень нагло заезжают. Вот так вообще, как Лоррейн, делать нельзя. Он слишком нагло заехал. Вот, и, конечно же, он за это поплатился. Так, давайте попробуем ещё пострелять. Пока там отвлекают на дефендер наших ребят. Так, ну, видите, как таранит, кстати, танк тоже неплохо. У него там около 70, по-моему, тонн брони, в смысле, веса. Блин, вот сейчас хотел фугасом пробить, но, к сожалению, это не получилось. Вот. Сейчас мы попробуем ещё раз фугасом конвой пробивается. Отлично. Так, ну, я думаю, его доберут. В принципе, проблем с этим не будет. Ну, такой вот бой у нас получился, более-менее неплохой. Да, сильно броню мы не потестировали. Смотрите, если только подставляете нижний бронелист, то вам сразу же прилетает. Только где-то отворачиваете башню, прилетает в бок башни. Вот. Так что сильно ультимативной тут какой-то брони нет. Но танк часто танкует рандомно. Вот. Конечно же, сейчас это всё разберём в разборе брони. Вот. Вот такой вот бой. Вот. Сейчас посмотрим, что настреляли. Так, ну, вот у нас победа, понятное дело. Сейчас пока. Немножечко долго расчехляется. Так, ну, 2600. В принципе, для девятого уровня вполне себе, ну, такой обычный, средний, нормальный результат. Я бы так сказал. То есть не супер, да, но нормально. А вот. Я считаю, что команда сыграла тоже хорошо. Там пару лайков можно поставить, да. То есть молодцы. Видите, как уже лайки начинают привыкать люди, ставить потихонечку. Всё с этим хорошо. Так, смотрите. Самое первое, что надо знать про танк, это то, что у него есть новое оборудование. Я, конечно же, рассказывал уже в предыдущих своих роликах про Дзюто и Тисе. Вот. Начиная с седьмого уровня, вот, по десятый, на всех этих танках есть новое оборудование. Вот. Но расскажу ещё раз, на всякий случай, вдруг вы не смотрели предыдущие ролики. Улучшенная подвеска вместо маскировки, либо улучшенная вертикальная наводка вместо обзора. Вот. Улучшенная вертикальная наводка даёт по 3 градуса к УВНам вверх и вниз. Это значит, что пушка будет гнуться гораздо лучше. Вот. У танка изначально УВНы минус 6. То есть, на 6 градусов, да, пушка гнётся вниз. Если вы поставите это оборудование, то будет у вас вниз минус 9 градусов и вверх 17. То есть, это значит, что сможете за всякие бугорочки, за всякие неровности местности постреливать более комфортно. Вот. То есть, минус 6 этих УВНов не хватает. И минус 9, если вы хотите строго играть от башни, как тяжёлый танк, то вам это оборудование подойдёт. Но, если вы хотите танк сделать более подвижным, вот, можно поставить улучшенную подвеску. В полтора раза увеличивается проходимость по всем грунтам. Очень крутая штука. Вот. Плюс ещё даёт скорость поворота корпуса намного. Вот. Представьте, что скорость поворота корпуса у танка 52 градуса становится. Для тяжёлого танка это просто запредельные цифры. Это практически как средний танк. Вот. Поэтому и танк двигается, в принципе, очень даже похоже на средний танк. Вот. Давайте сравним его с другими тяжами, да, на 9 уровне. Смотрите. Накидал сначала максимально похожих, да, с альфой в 400. Ну и плюс ещё для сравнения других танков, именно прокачиваемых, да. Вот. Урон в минуту достаточно средний. Я бы не сказал, что он хорош даже, я бы сказал. Для 400 альфы это мало. Вот. То есть, ДПМ маловато. Вот. Пробитие тоже такое средненькое. Есть лучше, есть хуже. Вот. При этом, ну, танк достаточно долго перезаряжается для такой альфы. Вот. Сведение тоже не очень. То есть, оно, ну, хуже, чем у аналоговых танков, таких как М-103 или Конкуэра, да. У них тоже по 400 альфы. Тоже есть какая-никакая броня, да. Вот. Но у них орудие лучше в этом плане. Вот. То есть, сведение, ну, долговатые. Реально долговатые. Вот. Но танк часто лепит в центр круга. Даже если без сведения стреляете, в принципе, часто можно попасть. Реально. Даже на дальние дистанции. Вот. Я заметил, пока стреляешь, что, в принципе, орудие в этом плане приятное. Вот. У танка большой разброс. Вот. Адальняк вроде бы и не очень точно должен стрелять, да. Вот. То есть, по сути, орудие очень похоже на такие танки, как, там, Е-75, да, там, Тапок, ВЗ-111, 1-4, да, или Тышкевич. Вот. С большим сведением, с большим разбросом. Вот. Но здесь 400 альфы. Этого мало, реально, для такого орудия. Вот. Стабилизация тоже достаточно средняя. Прицел, ну, вроде бы, и не сильно расходится при движении, вращении, по, вроде, там, башни и корпуса. Но... Ну, и не сильно хорошо, я бы так сказал. Вот. Все со стабилизацией. ВН и минус 6. Вот. Тоже такой себе показатель, да. Вот. Но, опять же, вы можете улучшить это до минус 9 вот этим вот самым оборудованием, улучшенной вертикальной наводкой, да. Вот. Скорость максимальная, кстати, неплохая. 40 км в час. Вот. Подвижность тоже достаточно средняя. Но, опять же, вы можете увеличить эту подвижность в полтора раза вот этим самым оборудованием, улучшенной подвеской, да. Вот. То есть, у вас есть выбор, реально. Вот. И что же вот особенного в этом танке? Смотрите, процент побед очень неплохой. В принципе, на танке уже играет достаточное количество для статистики, да. Вот. И он реально перевешивает вот другие танки, да. Вот. Почему же так? Давайте разбираться. Вот. У танка, во-первых, все очень хорошо с подвижностью, если вы поставите вот это улучшенное оборудование. Вот. И за счет подвижности он часто может перемещаться с фланга на фланг, очень быстро менять какие-то позиции. Вот. И плюс у танка много рандомной брони. Я заметил, что танк часто танкует. Хотя по цифрам в некоторых местах вроде бы и не очень хорошо. Давайте разберем броню. Смотрите. Давайте начнем с башни, да. Башня в целом вроде как на своем уровне не пробивается, да. То есть, ну, к примеру, если возьмем вот, да, вот всю башню, то есть маска орудия танкует. Тут без разговоров. Верхняя часть башни все танкует. Вот. Но вот эти щечки, вот такие вот есть небольшие здесь, вот сюда могут пробивать даже танки восьмого уровня. У них некоторые зоны вот здесь вот ближе к низу, так сказать, башни вот возле маски орудия. Вот здесь вот эти щечки, они пробиваются даже танками восьмого уровня. Вот. Не говоря уже о девятках. Вот. А вы часто будете играть с девятыми и даже с десятыми уровнями. Вот. А если сюда уже пробивают восьмерки, то это не очень хорошо. Я нашел такую картиночку. В принципе, вы можете посмотреть. Вот где желтоватая вот эта зона, да, вот. И вот здесь вот этот шарф, то сюда пробивают танки восьмого уровня. Вот. Где оранжевая уже зона, туда восьмерки не пробьют, но пробьют голдой, так сказать. А девятки уже пробьют без проблем. То есть вот такой вот прикол. Башня забронирована не ультимативно. И здесь есть уязвимые зоны. Вот эти вот щеки уязвимые. Вот эти вот ушки такие небольшие. Вот здесь сюда тоже можно пробить. Но сложнее выцелить, если честно. И командирская башенка. Забронирована очень плохо, но она очень маленькая. Сюда, в принципе, смысла нет выцеливать. Проще пробить вот в эти щеки. Вот. Поэтому вот если на танках девятого и десятого уровня, у вас вот эти щеки просто будут светиться серыми. Вот. И, ну, я считаю, что для тяжа это, ну, плохо по броне. Поэтому вам по-любому надо ставить в оборудовании, сейчас я вам скажу, что вам надо ставить усиленную броню. Она дает плюс 4% к бронированию корпуса и башни. Вот. И вот это реально иногда помогает лучше танковать. Поэтому это обязательно надо ставить. Вот. В корпусе все уже гораздо интереснее, я бы так сказал. Верхние ВЛД, в принципе, танкуют. То есть, если вы играете, да, допустим, против восьмерок и девяток, то здесь вообще не пробьют, в принципе, даже и голдой часто. Вот. А если играете уже против, там, десятых уровней, да, то есть, смотрите, есть такая фишка. Ну, тут трудно заметить, но верхний бронелист, он немножечко закруглен, так сказать. Вот. И вот, чем ближе к башне, вот, тем сложнее пробить. Я бы так сказал. В ВЛД такое достаточно интересно. Сюда еще можно пробить голдой, то здесь вы уже никак не пробьете. Вот. Но нижний бронелист и вот эта вот планочка, здесь просто нет миллиметров брони. Сюда пробивают все, абсолютно все, даже при большом довороте вас обязательно пробьют. Поэтому нижний бронелист всегда надо прятать, строго. Вот. И давайте посмотрим на корпус сбоку. Вот тут уже тоже интересно. В корпусе сбоку 120 миллиметров брони. Это очень круто. Вот. Даже при большом довороте, вот таком вот, да, к примеру, вы будете стоять к врагу, вас даже десятые уровни просто так не пробьют. Вот. Это, я считаю, что одно из достоинств реально танка. Вот. Очень хорошо забронированный борт. Плюс, в верхняя часть борта еще и под большими углами, в принципе, может, ну, танковать. То есть, здесь такой наклон брони, тоже 120 миллиметров, и она танкует еще лучше. То есть, в принципе, можно танковать бортом, обратным ромбом. Да, вы прячете где-то нижний бронелист, выезжаете вот так вот ромбом к врагу, да, обратным. Вот. И можете танковать от борт. То есть, примерно это должно выглядеть вот так. Вы должны играть к врагу вот в таком положении, да. Вот. Но есть подвох. Вот. Подвох заключается в том, что вот эта вот часть, вот зелененькая, здесь мало миллиметров брони. Вот. И она находится как бы под углом, да, под таким скосом. То есть, при небольшом довороте вас еще не пробьют, да. Вот здесь много будет приведенки. То есть, если чуть-чуть больше довернете, вот сюда вам обязательно прилетит. Но она находится за гусеницами, и выцелить ее, ну, часто не представляется возможным. Поэтому чаще вам будет стрелять, конечно же, в эту часть. Вот. Поэтому, если, ну, вы будете знать, то будете, цельтесь, если стреляете вот в Type 68, цельтесь вот в эту зону. Вот сюда можно пробить гораздо легче. Но в целом, я вам скажу, борт очень часто танкует. Ну, реально часто. Вот. Часто вам будет стрелять, и будет непробитие. Вот, ну, реально, я заметил, что это, вот, прям фишка танка. Играть от борта максимально приятно. Вот. Сзади все тоже очень неплохо, на самом деле. Снизу 100 мм, и сверху 90. То есть, ну, должны быть реально... Вот фугасами вас не пробьют именно. И вот я почему люблю вот эти вот японские тяжи некоторые. Потому что у них сзади много миллиметров брони, и фугасами часто можно не пробить. Вот всякие фугасные монстры не обидят вас просто так. Вот, поэтому это очень тоже круто, на самом деле. Вот, только если у танка пробитие там под сотку, там, или выше даже 100 мм, вот, то фугасы залетят. А так нет. Вот это очень приятно. И еще одна фишка, тоже в плане рандомности брони. Даже парочку фишек вам покажу. Вот, вот эта вот нижняя часть. Вот, если так обратить внимание, то тоже увидите, что закругленный нижний бронелист. Вот, и вот нижняя часть НЛД, она тоже не пробивается. Часто вам будет стрелять нижний бронелист, сюда будет прилетать, и она не будет пробиваться. Вот такой вот тоже рандомный прикол. Вот, и плюс окошко мехвода. Сюда вот в восьмой уровне могут пробить только строго вот в это центральное окошечко. Вот, а все остальное, здесь много рандомной брони. Вот, и даже танки девятого и десятого уровня иногда вас сюда не пробьют. Вот такой вот прикол. Вот, реально танк с кучей рандомной просто брони. Вот, действительно очень интересный. И часто танкует, на удивление. Хотя, ну, многие скажут, что он прям, ну, дырявый, да? Вот, давайте закатим еще в бой. Вот, посмотрим, что танк сможет нам показать. Вот, ну, мне в целом танк понравился. Даже очень, я бы сказал. Вот, ну, просто надо уметь правильно на нем играть. Вот, так что, ну, я бы сказал, что я доволен этим танком. Многие, я же говорю, многие сейчас, вот, просто много хейтеров именно этой ветки. Вот, многие ее просто не любят. Говорят, что она дырявая, вроде бы много брони, но часто пробивается. Но, не знаю, я скажу, что у этого танка скорее, вот, не то, что номинально много брони, скорее больше просто рандомной. Реально, очень часто рандомно прилетает непробитие. Вот, такой прикол. Так, ну, давайте еще покатаемся. Кстати, если вы не знаете, то большинство танков, да, даже если не все новые ветки, они придуманы. То есть, это танки, которые не существовали в реале. Вот, их просто компания Wargaming придумала и нарисовала сама. Ну, по каким-то, наверное, вот, может, эскизам, там, дальним, да, вот, старым, там, вот. Но, в целом, эти танки не существовали. В реале даже, по-моему, рабочих эскизов не было. Вот такие приколы. Так, давайте попробуем пострелять. Здравствуйте. Да, что еще заметил, забыл вам сказать, по ТТХ. У танка очень-очень все плохо с поворотом башни. Часто вы, вот, поворачиваете корпус, ставите, да, новое оборудование, поворачиваете корпус, и у вас не успевает башня доворачиваться за корпусом. Поэтому это тоже надо учитывать. Ну, все очень плохо с поворотом башни. Реально очень плохо. Видите, как долго сводится, реально долго. Вот. Так, ну, давайте еще попробуем добрать стандарта. Хотя я чувствую, что там и без нас справятся хорошенечко. Но мы еще успеем дать шотик, так сказать, и будет все нормально с этим. Так, М-103. Решил стоять. Вот. Ага, вот у нас, нас пытались пробить фугасом. Вот. Но ничего не получилось. Давайте попробуем добрать М-103. Пять-ка выезжает. Так, ну, пока вроде все получается, да. Борщ там пытается отстреливаться. И мы его тоже, я надеюсь, заберем. Так, у нас все идет отлично. Вот. Танки просто быстро очень убиваются, на самом деле. Видите, смотрите, как быстро разгоняются. Ну, реально быстро разгоняются. То есть свои 40 км в час танк набирает очень бодро. Вот. Без всяких приколов. Все очень круто. С подвижностью. Если поставить новое оборудование. Да, даже броню особо не успели потестировать. Ну, как бы, я вам говорю, что много рандомной брони. Часто можно играть от борта. С этим все очень хорошо. Вот. Я же говорю, я уже много наиграл. Вот. Так что танк годный. Да, немножко не успеваем за легкими танками, конечно. Видите, как по подвижности это все-таки не средний танк. Но, в общем, близко к среднему танку, я бы так сказал. Ну, альфа, ну, на девятом уровне вполне себе приятная, я бы так сказал. Если бы ему дали, как, допустим, тому же Тесе, да, там, альфу в 310, там, то это было бы катастрофа. Ну, видите, танкует. Вот, вот, просто он рандомно сейчас выстрелил нам какой-то верхний бронелист, и мы просто в легкую танканули. Вот, 460 урона. Так что, ну, в целом, танк приятный. Так, ну, накидали 2400. В принципе, вполне себе средний результат. Вот. Но на танке, я вам говорю, что я вывозил такие результаты, ну, вот я, конечно, там, в режимах, да, там, но... Такие иногда результаты, что просто глаза на луп лезут, что танк действительно может показывать эффективность. Вот. Так что, ребят, вот такой вот танчик. Type 68, новая девятка. Вот. Надеюсь, вам понравился обзор. Поставьте видосику лайк и подпишитесь на канал обязательно. Мне было бы очень приятно это сделать. Можно вот здесь вот клацану на ежаньку. Вот, ребят, с вами был Ежаня. Спасибо, что смотрели. Всем пока.